Свобода религии или убеждений Право исповедовать религию или убеждения Вторым основным элементом свободы религии или убеждений является свобода исповедовать или проявлять свои убеждения в учении, отправлении культа, совершении религиозных обрядов и ритуалов. Это так называемая внешняя составляющая свободы религии или убеждений. В отличие от права иметь и менять религию или убеждение, право на отправление культа не является абсолютным. При определенных обстоятельствах это право может быть ограничено. Оно подразумевает свободу выражать свою веру или убеждение словами и делом. Международные стандарты в области прав человека позволяют людям делать это публично или в частном порядке, индивидуально или совместно с другими. Вы имеете право молиться и выражать свою веру и убеждение в частном порядке, а также будучи членом общины, которая проводит совместные богослужения и обладает общими традициями. У самой общины также есть права. Подразумевается, однако, не право принимать решения за ее членов, а права, которые должно обеспечивать государство. Важно, чтобы государство предоставляло религиозным сообществам и сообществам по убеждениям возможность получить статус юридического лица. Это позволит им открывать банковские счета, нанимать сотрудников, владеть помещениями и управлять учреждениями. Отдельные лица или группы лиц могут практиковать или исповедовать свою религию или убеждения по-разному. Эксперты ООН предоставляют большой перечень примеров действий, которые подпадают под защиту. Собираться для молитв, отмечать праздники, соблюдать дни отдыха. Носить религиозную одежду и соблюдать посты и правила питания. Иметь места поклонения, кладбища и демонстрировать религиозную символику. Участвовать в жизни общества, например, создавая благотворительные организации. Обучать религии или убеждениям, говорить о них, осуществлять подготовку и назначать духовных лидеров. Писать, публиковать и распространять религиозную литературу. Собирать добровольные пожертвования. Обсуждать вопросы веры на национальном и международном уровнях. Возможно, сейчас вы скажете «Отлично! Я хочу, чтобы у моей общины были бы именно эти права!» А возможно, этот перечень вызвал у вас тревожные вопросы. А как насчет групп, которые подавляют и контролируют своих членов, или пропагандируют ненависть и насилие по отношению к другим? Свободны ли они распространять свои убеждения и соответствующим практику? На эти вопросы мы хотели бы дать два ответа. Статья 5 Международного пакта о гражданских и политических правах не допускает реализацию одного права в ущерб другим правам. Поэтому свобода религии или убеждений не дает государству, отдельным лицам или группам право притеснять людей, подстрекать к насилию или совершать насильственные действия. Известно, что многие правительства и группы все же прибегают к применению силы или репрессиям, но свобода религии или убеждений не дает им на это право. Напротив, данное право существует, чтобы защищать тех, кто подвергается угнетению и насилию. Во-вторых, в то время как право иметь и выбирать убеждения не может быть ограничено, право исповедовать религию или убеждения вполне может. Однако статья 18 гласит, что это возможно исключительно при соблюдении четырех условий. Ограничения должны быть основаны на законе, необходимы для защиты других лиц, не могут быть дискриминирующими и должны быть соразмерны той цели, для достижения которой они установлены. Эти условия очень важны, иначе власти произвольно могли бы ограничивать деятельность любой группы, которая им по каким-то причинам не нравится. Ограничения являются последней мерой, а не инструментом государственного контроля. К сожалению, многие правительства игнорируют эти положения, и существует слишком много случаев, когда государство нарушает право на исповедание религии. Ограничивающие регистрацию законы являются одной из главных проблем. В некоторых странах условием для реализации права исповедовать религию или убеждения является наличие регистрации. Это нарушает международное право. Регистрация никогда не должна быть предварительным условием права на исповедание религии. Она предназначена для того, чтобы общины могли, если пожелают, получить статус юридического лица. Часто государства, запрещающие исповедание незарегистрированных религий, имеют ограничительные законы, которые сужают возможности регистрации групп. Например, в Казахстане запрещена религиозная деятельность незарегистрированных групп, при этом многим группам было отказано в регистрации. Также противоправным считается говорить о религии кому-либо за пределами собственной религиозной общины, а религиозная литература подвергается цензуре, прежде чем попадает в оборот. Эти положения касаются всех религиозных общин. Существует много различных путей того, как правительства могут ограничивать религиозную практику. Так правительство Вьетнама установило контрольно-пропускные пункты на пути к пагоде буддистов Хуахао, чтобы не допустить их к своему единственному храму. В Саудовской Аравии запрещено публичное немусульманское поклонение, а некоторые рабочие иммигранты были арестованы и депортированы в связи с рейдами на собрание поклонения. В нескольких регионах Китая и Индонезии властями были снесены церковные здания. В России тысячи текстов запрещены законом о противодействии экстремистской деятельности. Под закон подпали в том числе и тексты, мирно описывающие религиозные убеждения. В то же время проверить, запрещен текст или нет, практически невозможно, а обладание им может привести к штрафам, заключению или запрету данной религиозной группы. Помимо этого, существуют строгие ограничения относительно того, насколько, где и когда можно делиться религиозными убеждениями. Во Франции мэры нескольких городов предпринимали попытки запретить Буркини – купальный костюм, который покрывает все тело, кроме лица, и соображений поддержания общественного порядка. Этот закон был отменен Верховным административным судом, однако запрет на ношение одежды, которая закрывает лицо, все еще в силе. В нескольких странах Европы, в том числе и в Дании, запрещена кошерная и некоторые виды халяльной бойни животных. Право на свободу исповедания религии также может ограничиваться действиями отдельных граждан или групп общества. Опрос более чем 5000 евреев из 9 европейских стран показал, что 22% из них избегают носить религиозную одежду и кипу из-за страха за свою безопасность. В нескольких странах еврейские кладбища были осквернены. В таких странах, как Египет, Пакистан и в части Нигерии, люди боятся посещать места богослужений из-за опасности нападений со стороны террористических группировок, действующих во имя ислама. Так, в некоторых регионах Центральной Африканской Республики совместные пятничные молитвы невозможны из-за угрозы нападений на мусульман со стороны боевиков. Подводя итог, можно сказать, что свобода религии или убеждений защищает право как отдельных лиц, так и групп выражать свою веру или убеждения словами и действиями. Это может происходить как в частном порядке, так и публично. Документы по правам человека содержат много примеров различных действий, которые защищаются данным правом. При этом одним из наиболее важных аспектов реализации права на свободу религии или убеждений является возможность получения юридического статуса группы лиц. Право на исповедание религии или убеждений может быть ограничено, но только лишь при соблюдении строгих правил и предоставлении доказательств того, что ограничения основаны на законе, необходимы для защиты прав и законных интересов других лиц, носят недискриминирующий характер и соразмерны той цели, для достижения которой они установлены. К сожалению, многие страны не соблюдают эти условия. Право на исповедание религии или убеждений нарушается как правительствами, так и группами общества. Более подробная информация о праве на свободу исповедания религии и заявлении о своих убеждениях, а также тексты соответствующих документов о правах человека, упомянутых в учебных пособиях, размещены на сайте. Продолжение следует...